Доброе утро, пушистые. С вами Жермес. Давно что-то не баловал я вас прямыми включениями, эфирами. Да, можно сказать, даже инстаграмами. В принципе, вот такой был бы у меня аппарат, если бы кто-то не изобрел айфон, или как это называется там по-русски. Собственно говоря, это Трамп Тауэр. Будущий дом, или не будущий дом, дом будущего президента Соединенных Штатов. Это прекрасно. Гуляем мы с вами по 5-й авеню. Самые лучшие улицы в этом замечательном городишке. Ну не знаю, какая у вас там 3 часа ночи. Посмотрите лучше на картинку. Кстати, что у нас с картинкой? Как там качество? И в любом случае, хэштег сейф гарантирует то, что можно потом посмотреть ее в записи. Но, к сожалению, все, кто прощелкал прямой эфир, могут потом, 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 потом дружно сожалеть об этом. Нет, не я, а будущий президент. Будущий президент, видимо, строитель тех самых небоскребов. Дональд Трамп. У него есть все. В том числе свое вино, свой шоколад и куча своих таких домов. Отлично, потому что у меня действительно качество очень клевое, просто прекрасное. Ну не знаю, насчет резкости, парни, это Самсунг. Я думаю, что корейцы специально не дают нам резкости, бойкотируют резкость. Да, именно так, Самсунг. Зачем корейцам резкость? Непонятно. Она нужна нам для того, чтобы посмотреть, какая происходит движуха в мире. Вот так кореякам резкость не нужна. Так что вот пушистая. Мне, конечно, очень жаль, что прямое включение, в общем-то, совершилось немножко не по локальному таймингу. Шалом. Да где остановился? Здесь остановился, здесь. Вот, несу с собой стейки из Гудмана. Чуть-чуть. Чуть-чуть поесть в одиночестве. Где-нибудь посидеть вот на таком маленьком портативном ресторане. Кстати, очень удивительно, что вот подобные точки, они стоят на каждом углу пятой. Считаю, что это Тверская, самая большая и лучшая улица. Ну не то, чтобы в мире, но по крайней мере в этом городе точно. Вот от них жутко воняет. И такое впечатление, что они... Ох ты, синие писалки. Такое впечатление, что они готовят на одном и том же масле. Не меняя его годами. Ну не сказать, чтобы прям вот... Ну шире, да, шире. Но дело-то не в широте. Зато тротуары получились вот прям только сейчас у нас такие широкие. А здесь они были всю жизнь. И это прекрасно. В целом пушистый город фантастический. Нельзя сказать, что он лучше или хуже и моих любимых европейских. Он просто другой. Да, Собянин был раньше. И в общем-то я на самом деле не хочу сидеть за рулем. Это какой-то антисекс. Как и антисекс, то, что творится вот в плане того... Вот это вот мусора, который везде валяется прям вот... Ну не знаю, как-то противно вот так вот взять и оставить... Оставить вот такой пакет. Это как-то прям, не знаю, неловко. Я писал об этом еще в своем блоге, который, кстати, не работает. Что вот такие вот вещи, как айс-крим-вэм, автомобиль-газель с мороженым, который постоянно на приколе стоит на этом углу. У него непрерывно включен дизель. Это какой-то феерический факап, потому что есть такое понятие, как полюшен. Это защита окружающей среды. Так вот эта штука в день, видимо, выделяет столько газа, что можно, можно... Ну ладно, не буду я говорить, что можно, но, в общем, можно с ним... С ним раньше делали ужасные вещи. О, я фанат вот таких вот ножек женских. От них можно реально получить огромное удовольствие. Прям потрясающе. Как говорится, почувствуйте разницу, где здесь и где там. Да не поеду я ни в кого Бронкс. Я на самом деле не хочу ездить. Да, хеллоу, здорово. Я не хочу кататься по окраинам, либо смотреть на какие-то... Ну, в общем-то, вот такие вот вещи плохие. Их везде б навалом. Везде полно окраин, везде полно бандитов. Вот это не имеет смысла показывать картинку, как будто Советский Союз с глазами зарубежных гостей. Ну где? В Трамп Тауэр поселился. Где еще можно поселиться? Здесь все в Трампе. Вот с Майкрософтом печальная история, потому что я сюда зашел поменять свой планшетик, думал то, что... Ну, думал то, что мне его сделают трейд-ин. И, в общем-то, получился очень-очень легкий... Не хочу поговорить слово «факап», но разочарование. Потому что планшет, который стоит 1200 долларов, в прошлом году оценили в 163. Вот у нас Луи Витон продается прям на этом. Луи Витон на улицах с нашими братьями. Отличный такой стрит-ритейл. Луи Витон на 5-й авеню, флагманская стор, магазин. И прям на тротуаре. Да, «факап» легкий. Ну, не то, что легкий, ладно, ничего страшного. Просто получается действительно какая-то постоянная гонка вооружений. В принципе, сам планшет. Это Surface Pro 3. И это, фактически, очень мощный ноутбук. Плюс еще тачпад. Там какой-то i7 и какие-то безумные гигагерцы, мегагерцы. Ну, в общем-то, не буду вас грузить всеми этими техническими параметрами. Ну, то есть, это такая вот флагманская вещь. Я действительно хотел его заменить на текущую модель. Не то, чтобы прямо бы как. Я думал, что вендор даст существенную скидку на 38-м. С учетом отношения к корпорации. Ну, в общем, ничего не дали. И послали. Посмотрите еще пушистая вот на эту трубу, которая дымит. Я никак не могу понять вообще, что это такое, откуда это берется. То есть, она вот стоит посреди улицы. Вот, и просто тупо дымит. Что-то вот не встречал подобного как-то ранее. Подземная, да, полевая кухня? О, это называется прототип Тесла 5. Автомобиль без электричества. Приводится в движение самим водителем. Ну, не знаю, какая она там надземная. По крайней мере, внешне ее как-то не особо видно. Может быть, какая-то скрытая нано-кухня. Еще пару ключевых моментов, коты. Во-первых, абсолютно нет красивых телок. Вот, казалось бы, удивительный факт, потому что город-центр вселенной. И, по-хорошему, лохматое золото на огромных каблуках здесь должно водиться, словно косяками рыбы. Вот, тем не менее, никого нет. Да, все куда-то свалили. Вот, второй момент. Нет нормальных тачек. Лучшее, то, что я здесь видел, это обычный черный S-класс. Который, в общем-то, ничем, не то чтобы не удивишь. Но я считал, что это же как-то все совсем не здорово. Uber работает здесь. Я имею в виду, конечно, Uber Lux. Он называется. Работает в основном на безумных этих катафалках-субарбанах с водителями. Ну, либо вот такими с водителями, чьи имена трудно выговариваются. Вот, это достаточно забавно, потому что я думал, что, по крайней мере, покатают хоть на S-классе. Реально не видел за все это время, да, ни одного нормального конвертибл, или как-то по-русски, рокстера, кабриолета. Этого же SL-я, малыша, который сейчас пылится, дожидаясь своего хозяина в подземелье. Вот, а в основном все какие-то ужасные помойки, вот типа вот такого вот эскалейда. Это, в общем-то, какой-то, не знаю, даже как это сказать, какой-то пшик, какой-то фейк. Потому что все то, что есть в этой машине, вложено только в экстериор. Экстериор, во внешнюю какую-то псевдобритальность, подправленную дизайнерами с глаженными углами. Вот внутри там, мама не горюй, этот эскалейд, он одинаковый с Субарбаном, одинаковый с Тахо. То есть, за что и на что разводят бедных америкосов, вообще непонятно, если все-все практически одинаково. Ну, в Дагестане, не знаю, в Дагестане, в Дагестане. Ну, посмотрите, то, что вот прямо вот сейчас у вас, это центр вселенной, час пик. Хоть одну нормальную помойку, вот просто хотя бы увидеть, хотя бы за что-то хоть бы зацепился глаз. Нет вообще ничего, геликов нет, вообще как класса. Кабриолетов, ростеров нет. Тоже, как, не знаю, вот есть какая-то абсолютничная фигня, видите, вот этих помоек, типа Lexus, Toyota и вот этого говна, который делается, наверное, из каких-то остатков чугуна. Вы бы знали, как отсюда воняет. Вот этот дым, который вот идет, он воняет так, что... Сори. Что... Что... Да, обогащение. Что пропитывается одежда, нужно стирать как можно быстрее. Называются они халяль-гайс. Вот и запах он просто... Вот такой какой-то нереально, нереально прям вот нереально какой-то вонючий. Это именно запах большого города как раз может быть. Он смешивается с ароматами вот этих рикш, ароматами субербанов, ароматами, я не знаю там чего. О, и все, этот великолепный коктейль получается просто-просто адовый. Кстати, по поводу рикш, минута езды на этом ортопедическом автомобиле 104 бакса. И, наверное, туда входит, нужно еще, не входит, а не входит туда налог, который нужно отдавать городу за то, что эти рикши вообще здесь ездят. Это все такое. Ну, практически такой триатлон. Или как это даже лучше назвать? Да, рикшмобиль, там, не знаю. Или, может быть, какой-нибудь ходячий тренажерный зал, на котором еще можно зарабатывать. Так что, в принципе, все очень-очень необычно, здорово. Какое-то прям смешение людей, водоворот, всякие вот эти вот городские брендованные сумки на полу. Я такое видел в Европе, знаете, в начале 2000-х. Вот, чтобы, допустим, какой-нибудь там Лейвитон валялся на полу. Более того, походу, они сами проектируют модели, которые будут более популярны здесь. О чем я ностальгирую? Я ни о чем не ностальгирую. Мне просто прекрасно и мне хорошо, потому что это абсолютно другая история, нежели чем в Европе, в Европах, нежели чем мой любимый город Рим, который представляет собой просто полную противоположность тому, что происходит здесь. Абсолютную. Домой очень скоро. Домой скоро, потому что, конечно, в гостях здорово, но дома можно посидеть, поваляться, поковыряться в носу. Да. И даже мизинцем, а не большим пальцем. Вот, это будет выглядеть достаточно прилично. Кстати, Yellow Caps, они вообще вот ужасные. Вот эти вот помойки, я думаю, что им лет по 20, вот такие вот ржавые. Вот стоят они достаточно по-взрослому, точно так же, как у Uber, ну, как у Pedro в Субербане. Вот. И это такой вот местный колорит. Опять же, видите, пушистая грязь. Ну, вот ненавижу грязь, ненавижу вот так вот, чтобы на улице стояли какие-то отбросы, какой-то мусор, вот, ну, не знаю. Нужно внести рационализаторское предложение, ну, thank you, man, вот, чтобы привезти вот такие вот рикши, да, в конце концов забирали этот чертов мусор, потому что, ну, прям, не знаю, антисексуально. Хотя, знаете, пушистая, люди по-разному смотрят на жизнь, точно так же, как и я. Я в основном смотрю вверх, вот так вот, смотрю, что в небо, чтобы вот прямо вот улететь, а кто-то постоянно смотрит вниз. Вот опять эти братья-халяль с нереальной вонищей, которая только может быть. Вот, и повторюсь, дорогие мои радиослушатели и телезрители, это самый центр города, это 5-я авеню, это самая шикарная улица, которая может быть на свете. И вот такие, такие здесь невероятные дома. С вином все очень хорошо, но только в специализированных магазинах. Ох, опять этого вонища, которые, к сожалению, после 10 часов не работают. Вот, а так местные жрут гамбургеры, забивая параллельно входные все отверстия картошкой фри. Это традиционная кухня, от которой никуда не уйдешь, и, в общем-то, она пользуется в городке нереальной, огромной популярностью. Так что вот, дорогие мои пушистые друзья, на этом все. Хочу сказать, огромный передать привет тем, кто не слушает меня в прямом эфире, а кто проснется завтра и тут же врубит повтор. То, что с вами был Жермес, я во всех люблю животных. Не кисните, топайте лапами, шевелите усами, махайте хвостами, слушайте Guns N' Roses и любите друг друга. Спасибо, пока!